Но с таким же успехом он может поработить человечество на веки вечные. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Новости о том, что известные компании интересуются технологией блокчейн и рассматривают возможности её использования, уже давно не считаются сенсацией. Например, известный автопроизводитель тестирует технологии блокчейн. В частности, с помощью этой технологии можно открыть автомобиль всего за полторы секунды, что до шести раз быстрее, чем раньше. Газбанк Германии тестирует приложения финансов на блокчейне. Свифт тестирует собственную альтернативу платёжным блокчейн-решениям. Мастеркард тестирует переводы с применением токенов. Примеров можно найти множество. Кроме этого, эти же компании патентуют свои собственные блокчейн-решения. Новый патент Мастеркард допускает возможность транзакции биткоина через банковские карты. Вообще, Мастеркард очень любит патенты, потому что недавно эта финансовая корпорация получила ещё один патент на сервис мультивалютного блокчейна. Компания Xerox также запатентовала блокчейн-систему для аудита электронных документов. Банк Америки лидирует по количеству блокчейн-патентов в США, но в этой тусовке он не один. Алибаба, Мастеркард, Народный банк Китая, IBM, Nokia, Samsung, Walmart и множество других компаний участвуют в этой гонке. Кто же больше запатентует своих видоизменённых и инвалидных версий блокчейна? Однажды дядя одного супергероя сказал, с большой силой приходит большая ответственность. В таком случае мне придётся ссылаться на стабильность, которую может властно обеспечить блокчейн в вопросах прозрачности проводимых транзакций. Мы уже имели честь убедиться в том, что такая власть хороша, на примере биткоина и нескольких других криптовалют. Но также этой властью могут и злоупотреблять. В своём идеале блокчейн должен был сделать нас свободными. Но с таким же успехом он может поработить человечество на веки вечные. Например, американская телекоммуникационная компания AT&T всего 4 дня назад получила патент на блокчейн-систему для мэппинга социальных сетей. По задумке, платформа должна стать своего рода хроникой социальных медиа. В заявке указано, что отслеживая микрокультурный обмен в соцсетях, сервис AT&T ускорит процесс создания решений, учитывающих интересы пользователей. В качестве предполагаемых сфер использования коммуникационный гигант приводит электронную коммерцию, маркетинг и таргетированную рекламу. Всё это звучит не так страшно, когда читаешь поверхностные описания продукта. Но если вдуматься, эта блокчейн-система от AT&T не просто получит, но будет следить за всей вашей личной информацией. В том числе и очень личной информацией, причём постоянно. Моя первая реакция на это «Вау, такое агрессивное вмешательство в мою жизнь меня определённо пугает». А вторая реакция «Круто! Действительно классно, они нашли ещё один способ зарабатывать деньги на интересах людей». Теперь я хочу дождаться того момента, когда они начнут убеждать всех нас, что эта система создаётся только в наших, а не их, интересах. А в ваших интересах быстро и оперативно менять криптовалюту или другую валюту. Вы можете сделать это с помощью моего мониторинга обменников exchangesumo.com. Ссылка на него будет в описании. Давайте рассмотрим ещё несколько аспектов развития похожего сценария, когда большие компании регистрируют патенты для своих гениальнейших блокчейн-решений, и всё ради прибыли. Сложно спорить с тем, что дух открытости и свободы первой криптовалюты во многом обеспечил её успех. И, вспоминая о свободолюбивости блокчейна, об атмосфере, в которой он был создан, я могу сказать только одно – патенты – это антоним всему этому. Патенты – это антитезис блокчейна. Патенты плохо сочетаются с либертарианством, предоставляя исключительное право собственности. В конце концов, патенты – это препятствие для инноваций. А вся этика биткоина заключается как раз-таки в этих инновациях. Говоря о патентах на криптовалютный майнинг, и такое существует, мы видим дискредитацию технологии, которая нуждается в конкуренции. Если майнер будет владеть значительным объёмом хешрейта, у него будет возможность блокировать транзакции и даже отменять их. Вся суть блокчейна в таком случае теряет смысл. А патенты в майнинге так или иначе направлены на подавление конкуренции. Хотя, конечно, присутствуют и другие точки зрения. Например, компания Little Dragon Technology считает некоторые патенты защитой децентрализации биткоина. Вспоминается, как ранее производители табачных изделий нанимали независимые издания, чтобы они писали статьи о безвредности сигарет. Такое было, когда сигареты только появились. Хорошо, буду благосклонен. Попытаюсь забыть о том, что было в истоках криптовалюты, блокчейна и всего остального. Происходящее называется принятием блокчейна крупными корпорациями. Принятием этой технологии. Не так я себе это представлял, ребята. Совершенно не так. Сила и ответственность ходят рядом. Блокчейн-технология — это крутая технология, дающая силу, а человек уже несет ответственность за то, как этой силой пользоваться. Слова словами о действии человечества говорят о том, что деньги мы любим больше, чем свободу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И помните, буря уже рядом. До скорого.